Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос истины Бога, молитвами Пречистости Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя на Златоустово. Беседа называется «Восплачем, возлюбленные». Дайте руки, протяните их вы, которые еще не потонули, к тем, кто погибает от невоздержания, здоровые к больным, здоровомышлящие к безумствующим и колеблющимся. Никто пусть не предпочитает спасению друга его благодарность и гнев его, и обличение пусть направляются к одной его пользе. Умоляю вас, воспрянем ежедневные войны, потопления, бесчисленной погибели кругом, повсюду гнев Божий. Мы же точно угодны Ему, чувствуем себя в безопасности. Все простираем руки свои на корыстолюбие, и никто на помощь. Все на грабеж, и никто на заступничество. Каждый старается о том, как бы умножить свое достояние, и никто, чтобы помочь нуждающемуся. Каждый имеет великую заботу о том, чтобы увеличить имущество, и никто, чтобы спасти свою душу. Это достойно слез. Это достойно обличения, осуждения. Восплачем, возлюбленные, восплачем, возрыдаем. Может быть, некоторые говорят здесь, он все говорит нам о плаче, о слезах. Я не хотел бы, верьте, не хотел бы. Напротив, я хотел бы говорить хвалы и одобрения, но теперь этому не время. Тяжко, возлюбленные, не плакать, но тяжко делать достойные слез. Ужасно не рыдать, но делать достойные вопли. Пусть не постигнет тебя наказание, и я не буду рыдать. Пусть не умрешь, и я не буду плакать. Но если лежит мертвое тело, и ты убеждаешь всех к состраданию, тех же, кто не скорбит, считаясь безжалостными, то как же говоришь ты, чтобы не скорбеть о погибшей душе? Но я не могу, я отец, и я плачу. Я отец, любящий детей. Если бы можно было видеть огонь моего духа, ты тогда увидел бы, что я страдаю больше всякой девушки и женщины, обреченной на преждевременное вдовство. Не так она скорбит о своем муже, не так отец скорбит о сыне, как я о множестве людей, находящихся в моем распоряжении. Я не вижу никакого преуспевания. Никто не считает делом своим угождать Богу. Аминь. Токи, Господи, Господи.